приветствую вас на моем канале и хочу показать что у меня получилось с моими огурцами с моими помидорами как у меня процесс шел огурцами я довольна прям даже очень довольна я уже много насолила огурцов все так как вот я давно не была здесь ну как давно сколько-то дней не было дня 4 вот пожалуйста у меня уже даже огурцы переросли большие вот желтенький стал огурец он возможно мне даже на семена пойдет потому что я довольна этим сортом огурцов но правда я не знаю какие огурцы у меня уже где выращены буду только оставлять потому что я знаю какие хорошо какие мне нравится какие мне не нравится так мои огурчики в общем они уже пошли ли они вьются уже по по всей теплице и я довольна огурцами те которые большие огурцы они пойдут на салат а которые помельче они пойдут на закрутку в банке что еще хочу сказать ну вот посмотрите на мои помидоры огромная большая вот высокая помидор большое огромное растение да сорт мне понравился по вкусовым качествам вот здесь вот даже вот видно если можно поближе камеру вот это они сами по себе желтые они не краснеют такие но их совсем мало это очень высокорослый сорт а вот это более низкий сорт здесь было довольно много помидор потому что я уже закрывала банки с помидорами с огурцами и сейчас здесь у меня кое на каких веточках помидорах была фитофтора я вот вам сейчас покажу специально вот это не убирала чтобы показать вот естественно это все нужно убрать почему-то листья стали черные но сами помидоры даже отлетела помидорка сама помидорка очень не повреждена ничем а теперь вот если повернете камеру туда показать да вот это низкорослые помидоры мне они понравились тем что здесь очень много плодов отсюда срывались плоды и они сейчас растут и подвязывать так как другие совершенно нет надобности вот посмотрите очень сильно каждую ветку как у больших не нужно в общем я я что не нужно на больших помидорах нужно подвязывать каждую веточку потому что они начинают ломаться не интересно себя вести потому что они сгибаются трескаются здесь ниточки 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 а здесь достаточно подвязать одну один стебель самый большой и она прекрасно держит один степель держит вот эту массу помидор вот низкорослые мне понравились вот посмотрите вот здесь вот прекрасные помидоры прям в углу ну сейчас уже такой работы нет сейчас уже не нет тех переживаний которые были в начале надо все посадить надо успеть надо посадить надо успеть нужно бегом 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 и это очень ну как это очень такой переживательный процесс потому что ты думаешь что он не успеет ой времени не хватит времени хватает на все вот мой сад огород это второй год но я считаю что урожай у меня в этом году лучше и и банок я больше закрыла и ели мы хорошо и в общем всем хватило и еще один нюанс хочу обратить внимание на семена вот у меня в семенной я покупала семена и в семенном пакетике в семенном пакетике у меня были у меня были семена вроде как огурцы я высадила все высаживала я не рассадой а зернышками и вот обратите внимание вот в конце здесь у меня такой роскошный куст но это как вы видите не помидоры а это патиссон вырос огромный патиссон но мне его было жалко убирать он так старался так рос и вот он вырос это патиссон давайте вот листочку берем и мы увидим что это патиссон это огромный большой куст конечно они друг другу мешали сто процентов но мне было жалко я вот тут садовод которым жалко удалять свои семена ну вот это все парники как получилось судить вам судить вам и мы сейчас пойдем еще посмотрим какие у меня кабачки выросли так вот теперь хочу показать свои перцы это горький перец горький перец мы его очень любим горький перец и мы его солим и так едим в общем у меня семья любит горький перец и горький перец я выращиваю вот это вся грядка перец горький он очень то не очень проблемный если он уже вырос как правило его никто не съедает никакая не мошка никакие паразиты в общем как правило здесь не живут поэтому так как у нас были дожди очень длительные и в общем дней 15 выкинуты были из моей огородной жизни то хочу показать все равно вот перец сейчас вот у нас теплые дни пошли я думаю что он дойдет вот он на кусту обильно если камеру приблизим то мы увидим вот давайте вот сюда пройдем посмотрим вот я сейчас покажу поближе вот посмотрите это мой горький перец это мой горький перец это буквально все усыпано они немножечко сейчас зеленые но им не хватило тепла было очень у нас холодно не хватило тепла сейчас вот пошло тепло и я думаю что перец будет роскошно он наберет свой цвет и свою горечь и он не очень маленький он нормальный такой хорошей длины перец вот сейчас вам покажу вот такие вот стручки вот приблизительно все будут такие может быть чуть побольше так а теперь я хочу еще показать вам свой болгарский перец идемте я покажу вам свой болгарский перец вот смотрите как у меня выросли болгарские перцы вот кустик смотрите вот перцы они правда еще только зеленые они должны немножко быть более антарного цвета и и или красный вот посмотрите это прям пост вообще их ломится буквально от вот он прям весь всыпан вот в этом году я довольна своими перцами довольно каждый куст буквально меня радует вот радует меня каждый куст вот везде здесь перцы везде очень очень замечательные перцы хотя в начале у нас тоже не было погоды они были хиленькие перцы были под парником а сейчас вот я счастлива что у меня есть перцы такие а теперь я хочу вам показать какая у меня выросла фасоль сорт тоже не знаю какой это покупались семена просто у знакомых вот буквально полкило я купила но полкило конечно я не засаживала замочила много еще и соседи попользовались этими семенами у них тоже что-то выросло и хочу показать что с моей фасолью вот посмотрите обильно буквально обильные стручки обильные они дойдут они когда пожелтеют и практически высохнут это конец августа будет начало сентября я буду собирать вот эту фасоль хотя зеленую фасоль когда она еще только поспевала такие лопатки были молочные их можно было отварить и мы их жарили делали с яйцами очень вкусно вот с такой грядочки моей фасоли она везде она обильно обильно выросла фасоль куда не посмотришь везде кустики здесь наверное подвязывать было нужно по-другому ну так как опыт у меня небольшой на следующий год хоть и кусты несколько рослые но нужно было подвязывать по-другому сейчас вот так как у нас здесь вот ветра довольно сильные в том месте где у меня дача ну вот ветра завалили а так фасоль я очень довольна вот фасоль в этом году прям замечательная и еще хочу про свои подсолнухи я не знаю будут здесь семечки или не будут но боже мой это такой красивый цветок это такой антураж на участке они добавляют столько яркость цвета но в общем восторг и среди моих подсолнухов можно вот углядеть мою картошку мы уже ели молодую картошку с 8 августа мы ее выкапываем и я даже картошкой довольна в этом году хотя в общем у нас лето не очень хорошее идемте еще покажу свои салаты вот это салат мангольд и зеленого цвета и вот такого как свекла но посмотрите какие роскошные листья у него это все съедобное даже то что вот они такие большие салат съедобный очень вкусный а посмотрите его можно садить даже на клумбах это будет украшение клумб так как я ничем не обрабатывала вот здесь вот дырочки кто-то их погрыз но зато мы все знаем что я их ничем не обрабатывал если я чем-то обрабатывал это были бы роскошные красивые без единой дырочки в общем то что выращиваем для себя обрабатывать по минимуму так так продолжаем свой репортаж с моей фазенды очень хочу показать вам какие помидоры у меня на улице вот довольно помидорами на улице просто вот довольно вот посмотрите они прям вот буквально у трассе большие высокие помидоры и маленькие приземистые помидоры вот давайте посмотрим в каком огромном количестве они у меня здесь вы видите какие вот у меня здесь помидоры и они зреют на улице зреют буквально зреют а это большие стоят 3-4 помидорки я склоняюсь к тому вот если можно вот еще вот эти они зеленоватые зеленоватые они только потому что мы же красные убираем тоже вот эти красные я оставила хотя бы один показать что у меня здесь даже красные потому что вот мы едим срываем едим вот смотрите такой помидор небольшой помидор но он совершенно красный и очень они вкусные как помидоры называется тоже не знаю эти семена мне дала приятельница и сказала что прекрасные подносящие помидоры вот и я довольна помидорами а теперь если на мы пойдем посмотрим мои кабачки кабачки у меня вот такая большая куча просто земли и что мне с этой землей было делать я не знала я взяла засадила кабачками вот здесь хочу показать свои кабачки вот такие вот большие вот там вот кабачки у меня здесь и кабачки и патиссоны здесь уже где-то кабачков нет еще только но цветут я не знаю успеют или не успеют ну в общем вот это вся куртина она у меня вся с кабачками с патиссонами сейчас если еще найду что тут осталось мы поснимали и какие-то какие-то остались вот остались еще здесь вот прям буквально по два кабачка два кабачка они у меня уже растут вот здесь вот огромный смотрите какой великолепный кабачок великолепный ну в общем кабачками в этом году мы обеспечены довольны а это патиссон чеки патиссон чеки замечательный сорт а какой не знаю но не вкусный так и про мои цветы вот это флоксы у меня конечно один букет вот такой вот но около него стоять даже наклоняться не надо это аромат это это просто бесконечно вот ноготки выросли где-то я сажала их а где-то они просто сами вот бочитки вырос цветок и я просто довольны а вот это моя герань я садила тут были былинки буквально вот этот кусту очень огромный я ну вот он цветущий на данный момент он ну я убрала то что отцвело и он набирает силу это вот гелениум такие роскошные цветы но был ветер повалил мой куст он немножко подвязный но я довольна и вот посмотрите лен сейчас уже вечер вот он закрылся но днем это 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 просто великолепно у кого и сад садите лен будете довольны и счастливы цветет очень красиво очень обильно и он просто радует глаз так вот это мои питуньи это не рассады ничего это семенами вот выросли семенами и все а это мои васильки вот васильки это это настолько превосходный цветок он вот украшение и знаете вот просто глаз радуется это в цвете он разный от от розового до темного темного такого василькового цвета ну в общем радует буквально глаз садите не пожалеете вот это у меня растение валерьяна запах великолепный пахнет как изысканный французский одеколон правда мне сказали что не похож на валерьяну но на пакетике было написано валерьяна лекарственная что уж но вырос великолепный куст садила я гортензию это она и сейчас небольшая но была еще меньше в комментариях мне сказали что гортензия любит кислые почвы ну каюсь виновата не знала все просто в голове не может уложиться укладывается постепенно стала ее поливать ну сок делала яблочный и часть вот этого жмыха развела с водой полила потом значит в общем я закисляла почву и вы знаете мне нравится она у меня пошла вот такие у меня успехи или не успехи что хочу сказать всем доброго здоровья подписывайтесь на мой канал и я счастлива что вы со мной до свидания